Без техобслуживания нет газа. Уведомления о возможном приостановлении газоснабжения получили многие муромляне от Газпром Межрегионгаз Владимир. Сотни горожан столпились в Горгазе, чтобы заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования. Подробности у Анастасии Беловой. Очередь в Горгазе не рассасывается с самого утра. На место счастливчиков, наконец заключивших договор на техобслуживание газового оборудования, приходят новые и новые жители. Сразу после праздников они получили письмо, где черным по белому написано. Если договор не будет подписан до 10 января, газ дома отключат. Недовольство вполне объяснимо. Сделали, конечно, безобразие. Не то слово. Это что, на почту сходи, возьми конверт этот сюда. Ну что это такое? Минут 20 не больше. Я только приехал. Вчера я ушел. Тут вообще с удовлетворением было. Столь жесткие меры вызваны принятием в декабре 2016 года федерального закона, который предусматривает ответственность физических и юридических лиц за нарушение правил пользования газовым оборудованием и невыполнение договорных обязательств. Это касается технического обслуживания, которое должна производить специализированные организации. На основании этого в сегодняшний момент принято решение высшестоящей организации о заключении стопроцентного охвата договоров по Владимирской области в целом и в частности по городу Мурому и району. В настоящее время порядка 19 тысяч жителей Мурома и района еще не заключили договора на техобслуживание. Но это не означает, что уже сегодня все они останутся без газоснабжения. На сегодняшний момент из-за тех писем, которые разосланы по абонентам, там установлен срок с момента получения 20 дней. Сама договорная кампания продолжается. Нелогично будет идти отключать абонента, если он имеет желание и возможность заключить договор, но ему приходится стоять в длинной и большой очереди. И поэтому мы направляемся силой для того, чтобы удовлетворить эту очередь. В конечном итоге все сводится к безопасности не только собственника, в квартире которого может быть неисправное газовое оборудование, но и его соседей. Техническое обслуживание, которое проводят ежегодно, призвано выявить неполадки и предотвратить чрезвычайную ситуацию. Обойдется оно в символические 360 рублей в год. Анастасия Белова, Николай Молоденов, Новости Муром.